так здравствуйте мои дорогие друзья садоводы мы снова вместе помните появился новый цикл это будет уже четвертое или пятое говорили о том что вы предлагали не только чтобы был текст но и словами я теперь буду собственный текст переводить слова посмотрим что из этого получится перед вами еще одна тема посмотрели мы вы с вами тему загадочные сыновья манджурских абрикосов теперь перейдем к крупноплодным нужны они нам это мы по ходу будем решать смотрите я вот сюда загляну сейчас да вот видите абрикосы железовых 2015 год до этого я предыдущий одном из последних фильмов показывал урожай 2016-17 допустим годом раньше чтобы не повторяться смотрите это все реальность это все сибири это шушенский район там деление начать не похоронили вот видите правда здесь не я не различаю культурные дикие я просто сейчас вам видите слева попалась так это абрикосы абрикосы так значит все подряд это то что родилось черный абрикос это то что у меня родилось в 2015 году вот стоит ли мне доверять или не стоит может вот так листать стоит ли мне доверять стоит ли доверять моим советам вот давайте посмотрим давайте посмотрим а потом кто-то скажет крым съездил на фотографировал и выдает за свои вот моя физиономия это уже какая-то гарантия кстати а насчет украины до мужский абрикос не так это жердель с мелитополя когда привез черенок и привил на матчурский абрикос рекорд был 23 ведра сеянцы уже потом не замерзали но я сейчас не хочу на этом время терять у нас ровно 30 минут по той причине что дальше камера сама отключится посмотрите на эти чудеса правда здесь я не разделяю на крупноплодные и мелкоплодные все подряд мажорист патриарх никак не получается весь его грандиозные фотографии только как он грандиозно на самом деле вот он пятнадцатый год вот он еще был не самый лучший посмотрели прониклись надеюсь доверием железу Валерию Константиновичу так и давайте вот эту статью я сейчас буду читать и громко и как у нас учили в школе надо читать с выражением и так загадочные крупноплодные абрикосы клоны в саду железа друзья вы уже познакомились с сеянцами абрикосами которые я назвал загадочными так как кроме старика патриарха ванжурского абрикоса кстати ему исполнили 7 лет все они за считанные годы или даже за один год последний изменились до неузнаваемости особенно плоды ну а как дела со средне и крупноплодными они то ведь все привиты на те же манжурцы и должны с одной стороны получить дополнительную морозостойкость а с другой сохранить чистоту сорта к сожалению цифровым фотоаппаратом начал снимать только с 2006 года но все же 7 лет этого хватило чтобы сравнить хотя бы внешние плоды по крупности по окраске то есть получается что эту статью и главу будущей книги я сделал в 2013 напоминаю сейчас 2001 год сейчас у нас значит 8 февраля 2001 года вот то есть прошло 7-8 лет с тех пор не но хуже не стало своими развлений я не изменил вот и вот момент истины в этом 2012 году саду явно очень резко добавилось красных и даже алых цветом плодов увеличилась крупность одних и уменьшилась у других сортов клонов при общем состоянии предельном урожай буквально у всех абрикосов в деревьях я много повидал жизни но видеть такой урожай не приходилось ох надо же было вам 2013 год показать а не 15 там то тот еще роскошнее ладно там несколько фотографий ниже будет он вспомните мы постулате о пределе выживания и это внушает тревогу о предстоящих аномалиях наравне с радостью жить в настоящем райском саду после каждого супер урожая я живу в страхе что будет следующим зимой а уже поспевать сливы невиданной окраски крупности а дикие вишни и груши пожив рядом с привитыми южными стали съедобными придет зима и мы все эти чудеса разберем подробно а пока фото фото и короткая информация ретроспектива о моем саде в других регионах россии в москве стало известно лет десять назад уже тогда можно нужно было ждать интереса от настоящих ученых все на что я рассчитывал имея уникальные клоны семена богатым не стал в скобках так это на то что кто-то будет регулярно приезжать и отслеживать то что можно без длиннейшей процедуры запускать серию последний пример 30 лет делали 30 граммовую китайскую уссурийскую сливу целую ученую компанию выдали как за дикий успех вот это а для нас это вроде как авто вели запорожцев выпускать и так создали бы мы методическую литературу если приезжали на вроде моих постулатов избавили госсантестатного участка от гор никому не нужных бумаг прошлого года снега и мои клоны разошлись бы и прижились как минимум по сибири никто не приехал с чистой душой поехал по приглашению на московскую конференцию в 2018 году за свой счет вышел на трибуну меня приглашали начал рассказывать не в тему о том что общепринятая теория практика тиражируемая миллионных экземпляров в сотнях разных средств массовой информации даже книгах привела к фактическому уничтожению дачных садов а под губительными советами подписи доцентов кандидатов докторов профессоров аспирантов и просто научных работников тут-то меня вяжло и попросили с трибуны причем до этого четырежды отключался микрофон и длинные перерывы скомпали моей речи до предела я упрекал ученых что это не научили датчика убивать деревья уже потом подробно рассказал об этой злосчастной поездке в интернете я заработал в научном мире репутацию статья получилась резко не лицепрятная это коваритика посягнувшего на святое вопрос кто начал войну внезапно это после того как меня с трибуны ссадили внезапно прекратилась переписка с ведущими учеными садовода и россии редакции московских газет и журналов не просто проигнорировали мое выступление на скучнейшей конференции в скобках по одному благостному абзацу про меня все же напечатали а еще и наотрез отказали до того на ура печатать мои статьи по интернету поползли бредовые сведения о том что сад давно погиб и туда ему и дорога так как роскошных абрикосов в сибири нет и не может быть никогда а еще про украинский климат местности с 40 градусов морозами еще про двухметровые снега бесснежные хакасии в общем насували мне по морде напомнили про свяное рыло в калашном ряду и успокоились а тут вдруг приезжает сам Николай Иванович Курдюмов человек с уникальным опытом и энциклопедическими знаниями и становится в один ряд со мной и вот нас же двое и книга написана и печатана я точно знаю что кое-кто из ученого мира упрекал Николая Ивановича за дружбу и сотрудничество со мной это ведь не ошибка господа ученые он просто проложил мостик между нами но вы по нему не пошли но война не я и начал еще не закончена и сейчас поймете почему отношения с редакциями чисто научных журналов в этом моем письме главному редактору написано и в отчаянии вот представляете приходит звонок и вдруг давайте ваши статьи нам напечатаем но мы их отредактируем иначе ученые не поймут и так я моя реакция я пишу главному редактору странно уважаемый что для ученых вы собираетесь переделать на научный слайд простые доступны и академику и датчику агроприема железа но неужели без вашего перевода ученые не поймут ничего они что тупые но видим это дань традиции с простого сложная наукообразная а как таким неожиданным ходом можно поднять интерес журналу пишущего на скучнейшие темы наукообразным языком я же будь на месте любого главного редактора просто бы печатал все подряд из железа разводя притворные руки вот мой друзья ученый нашелся наглый не ученый садот практик пишет всякую хрень но у него и его друзья лучшие результаты по северной России и он утверждает что научные результаты в институтах желают быть лучшими так как они ученые не умеют вырастить просто здоровые плодовые деревья безотносительно новой сорта или нет сейчас чуть-чуть сноска моя в начале растет дерево изувечат потом он гибнет и говорят что у него расыкости нет из-за этого неумения произошла деградация садов дачных и промышленных и даже ученые сады далеки от идеала а если по такой же методике еще и студентов учат то их студентов нельзя подпускать к закладываемым промышленным садам на пушечные висторы все уничтожат а тут еще неведомо науки открытия изобретения железова и немыслимые результаты так что наш журнал вынужден это как бы он как бы это притворяется этим так вот так что это как бы редактор так что наш журнал вынужден напишет эту ере слово в слово чтобы ничего не упустить а уж не обижайтесь на журнал поищите истину а вдруг утверждение железова что преодоленно на 5-7 градусов барьер моростойкости приняты наукой за истину это правда жду вас гостей вот сибирский райский сад и вам же не завидую правда в современном садоводстве тысячи пятьдесят звонков настолько страшна что вы главный редактор если вы настоящий совестливый человек лишитесь покоя навсегда будущее садоводства было уничтожено семьдесят лет назад сейчас из известных в мире садоводства нет никого кроме меня кто бы решился написать так правду мне ведь терять нечего вот отсюда смелость да и за державу обидно из-за тех триста проклятых ударений на о и забытых ученых лазенковцев которые видят с неба во что превратили благородную науку довожу до ваших сведений что законом Менделя в жестоких сибирских условиях в скобках граница выживания вегетативная гибелизация изобретенное мной селекционное клонирование и метод нарушения ментора вы все же все же имеете право пользу для печатать ваши интерпретации карт-бланш ваше звонок ко мне это еще не прорыв ваше звонок ко мне это еще не прорыв но все же шанс для будущего страны как это пафосно не звучит прикрепляю фото невиданных деревьев по принципу одно на всю планету горький конец сотрудничества главный редактор сам же первый позвонил после такого ответа на предложение о переделке моих материалов то есть я согласился ладно пользу для переделывайте исчез ни звонков ни писем а вот совсем другая история мое письмо главному редактору крупного красивого издания вестник садовода ребрику как видите в этом случае и название и фамилию не скрываю здравствуйте уважаемый главный редактор Александр Алексеевич с любовью держу в руках ваш замечательный журнал вестник садовода до сих пор поражаюсь вашей смелости печатать железово да еще в виде постулату претендующих на непогрешимость это на фоне вбитых в головы миллионов садоводов догм уничтожающих современное практическое садоводство на корню настоящий гражданский подвиг я ведь в своих прежних публикациях полу шутя полу горько утверждал что будь сейчас те в Сталинской время произошло бы одно из двух равновероятных событий или расстреляли бы железово за дискредитацию современной садоводческой науки или современные авторы научившие всю многонациональную страну губительным агроприемам отправить бы в Сибирь но не выращивать сады а валить лес но времена к счастью изменились и бояться больше не надо но и ответственности за бедственное положение в практическом садоводстве наука не несет как не несут и тучные чиновники от сельского хозяйства департаментов не так тучные чиновники от сельхоз департаментов вот бы они удивились узнав что они тоже виноваты и тогда толпой бы если бы им приказали тогда толпой бы бросились на рынки сгонять оттуда варягов с миллионами южных саженцев всех до единой обреченных на гибель внимание уже победивших и уничтоживших конкурентной борьбе местные плодопитомники еще письмо в 19-м году оказывается я что-то соображал еще письмо дорогой Валерий Константинович здравствуйте прошла присланный материал спасибо и когда вы перестанете расстраиваться за того что ученые к вам не едут в них бедных пять лет учебы вбивали всеми средствами что то что вы делаете не может быть потому что не может быть никогда а если они не поверят и поедут то лишатся своих кресел а им это надо одному из миллиона прочитал у Левашова в скобках академик он опубликовал высказывание одного из наших уважаемых академиков фамилию не запомнило так вот этот академик произнес что если публикация или диссертация написана простым недоступным языком это антинаучно представляете я обалдею от этого это же их игры придуманы ими для себя а нам про всех людей им глубоко наплевать но как всегда на Руси все будет не так как они хотят потому что есть люди и ваши труды не даром и не пропадут конечно не так скоро хотелось бы а движется вот я всего правда троих человек заразил этим делом плевает потихоньку и где это в Томске с наилучшими пожеланиями по делу Татьяна Павловна вот на таких письмах и держусь и продолжаю борьбу с врагобесием садоводстве вот наши выдающиеся ученые переворачившие в гробах не верите? читаем следовательно 10-15 процентов солнечного света это все что может быть утилизировано растением а мы только что видели что при помощи самых интенсивных культур своих культур мы утилизируем уже до 2 процентов но если когда человек когда-нибудь успеет увеличить производительность самых интенсивных культур успеть то вероятно будет правде сказать правде сказать что получил все физические возможности дает ему солнце а теперь внимание если на лист растения не упадет луч солнца то почка останется бесплодной как можно было извратить самого гения и вывести из его наблюдения и гениального вывода свой дичайший зверский вывод о том внимание якобы деревья за миллиард лет будто бы так и не смогли сформировать правильную корону прореженную правильный скелет в кавычках все ветки только вширь и правильный штамп только высокий ума не приложу в результате внимание мои выводы в результате в садоводстве извратили поняли о чем речь идет вот в результате садоводство на долгие десятилетия и до сих пор наступил как когда-то у людей период садовой инквизиции пыток и зверства в результате в зонах рискованного земледеления вся Россия в Сочи нет абрикосов не умеют дохнуть деревья это я так вставка в зонах рискованного земледеления вся Россия деревья с уничтожаемыми ежегодно лишьными и затеняющими другие ветки ветками с уничтожаемыми волчками растущими на смену уничтожаемым с лишними нижними скелетными ветками смены смены с получившими сотнями ран гибнут, деревья гибнут миллионами, давая обильную урожайку иногда, надо добавить иногда, которые я назвал предсмертными, и которые помешали всей науке связать массовую гибель садов с изуверством человека. Предсмертные урожаи. Они, изуверы, даже не сужились подумать, а для чего и почему у всех плодовых деревьев, и в разных видах, и даже разных сортов, и в разных деревьях одного сорта, разное строение крон. Представляете, где-то сухо, где-то дожди, где-то ветер, где-то крона приспосабливалась миллионы лет, вы что со своими дебильными советами. Сейчас не буду никого учить, просто даю подсказку, для чего она нужна, именно неповереженная крона. А кто не догадался, найдете ответ позже, как кроссворде на моем сайте. Смотрите фото номер, фотографию специально сделанного в ливневой дождь. Видели? Правда в том, что никто из докторов науки, просто опытных медиков, не призывает и не учит учителей, токарей, пекарей делать операции другому самим, иначе бы в психушку угодили. А вот резать деревья учат все, кому не лень. И как бороться с этой бедой, если по интернету бродят ролики с правильной обрезкой. И имеют десятки и сотни тысяч просмотров. И как теперь выкорчевываете сознание миллионов датчиков, что в обрезке деревьев так же опасно, как и операция по удалению пендицита летчикам у столера. Ведь это только один пример. Эх, если бы дослушали меня на конференции в Москве. Рисую картину идеально несбыточную. В Академии создается смешная комиссия из опытных, опытнейших ученых, практиков и любителей. Кстати, ученых уже не осталось. Поздравляю. После жалких споров составляется и тиражируется в СМИ список запрещенных агроприемов. Кстати, он готов. Школьную программу по биологии вместо нынешнего даром никому не нужной, ни ему, ни сердцу, вносится программа по садоводству и огородничеству. Ага, размечтался старый пень. Но продолжим. Гений Мичурина тоже приспособили к тому, чтобы ограничить возможности Севера и Сибири. Иначе зачем было возводить в абсолют эту вырванную фразу, повторяя к месту, не к месту? Кавычки открываются. Как отмечал в свое время Мичурин, обращаясь с садоводом в Сибирь и Урала, категорически утверждая возможность введения садоводства на Севере, но только и исключительно при условии своих выведок в местных условиях сортов плодово-ягодных растений и семян. Из семян. Ой, что это было бы. Вернее, было. Ведь растения, выращенные из семян, в самом юзоводстве претерпевают глубокие изменения строения организма под влиянием местных климатических условий. «Полученный сорт плодового дерева, не побоится никаких негод, и они будут привычны». Да, все правильно, плодное это самое главное. Нет, ладно, сейчас буду читать, а то я чуть не начал своими словами. И вот прошли годы. Вот. Вот тут мне надо написать. «Молодцы, вырастили, но по двое». Вот здесь надо было написать. Ладно, цитирую себя. И вот прошли годы. Многие сорта и виды действительно стали привычными на Урале и в Сибири. Но не очень седобными. Это заплаченная цена за семян свою гибридизацию. И слегка одичавшие полукультурные и полудикие корни, собственно, вишни, сливы, груши, ронетки, абрикосы, приобрели, в частности, в Хакасе, юге Коцарского края, вторую родину, адаптировались. Накормили нас витаминной продукцией, в основном в виде продуктов переработки и, наконец, внимания. Стали для нас незашоренными догмами садоводов, великолепными, предельно морозостойкими, подвоями. Для чисто культурных сортов лучших в России и мире. Видите? Вот я и раскрываю, друзья, вам тайну. Почему Мичурин отказался от переработки на морозостойке подвои? Не были они достаточно морозостойкими. Или же подвои и привои стояли на разных концах культурной эволюции и не совмещались. Или не несли в своих организмах культурные гены, совместимые с высококачественными сортами. Но ведь это не отрицание Мичурина, а эволюция в садоводстве. Где за горизонт заглядывает простые влеченные садоводы. Моя сноска. Представьте себе, друзья. Вот представьте себе. Ведь когда-то солнце вокруг Земли крутилось, и те, кто на этом строил расчеты. Правильно расчеты? До сих пор называем гениями. Хотя казалось бы глупость. Солнце вокруг Земли. Так я и отношусь к Мичурину, к Тимирязеву и всем остальным. Тимирязев сказал, что солнца не хватает. А дебилы начали коромсать дерево, чтобы солнце внутрь кроны пропускать. Калечие деревья, да еще где. В морозной России. Так. Сегодня хожу по прекрасному саду, как зачарованный. И удивляюсь, он слишком легко все дается и все получается. А может это потому, что люблю сад и стараюсь не причинять ему боли. И с каждым годом все понятнее и понятнее становится поведение людей именно в своем, ухоженном до безумной красоты участке Земли. Нет, мы не потомки обезьян. Мы жили в Эдеме. По неведанным причинам потеряли свою красивую прародину. Одичали. И пытались. Вспомните, войны каждый день. И пытки, и эти. И до сих пор такие же мы. Многие. И пытаемся реализовать заложенные. Вы смотрите, одичали, но пытаемся реализовать заложенные в генной памяти и любовь к совершенству и красоте природы в своем саду. Это мое главное доказательство о трудном пути к Богу. А если для вас это не доказательство, то вот вам один из сотни постулатов из новой книги. Постулат номер два. На планете Земля изначально росли именно культурные сорта и виды плодовых растений. Последствия из-за природных катапризов одичавшие. Ох и попеняли меня за этот постулат. Ученые-этеисты. Вот. Еще один постулат. Я уже тороплюсь. Сейчас закончится запись. Вот. Для культуривания и для одичания плодовых растений в настоящий момент культурировать человеком надо не сотни, не тысячи, а всего несколько и даже одно поколение. Посмотрите на моем сайте фотогалерею. Только валидол. Валидол, валидол. Это многое объясняет, дает новые возможности. Вот. Фото с короткими комментариями того, что не может быть никогда промороженным бесснежным в Шушенском районе Красноярского края. Вот. Ну и Вот он. Климат. Новосибирск. Челябинск. Теплее. Савиногорск. Чуть-чуть теплее. Майной черемушки. Чуть-чуть. На градус на два. По Савинскому, Савинскому, Новосибирскому. Дольше рассматривать уже не могу. Вот. Эту прислал мне справку Курдюм. А добыл ее в Шушенском ГСУ. О, о, он. У Байковы. Вот. Вот это вот. И сейчас немножко, практически не цитирую это телевидение. За моей спиной. Посмотрите, что делается. Это от 13-го года статья. Глава. Посмотрите, что делается с моей спиной. Придите снимательно. А то это самое. Снег двухметровый. Ага. При этом в Сеге давно все абрикосы бы сгнили бы. Если бы правда был бы снег. Вот. Это. Просто тороплюсь. Законится время. Вот поэтому это вы потом можете еще раз вернуться. Внимательно прочитать тот текст. Потому что это же мои советы. Как можно ниже прерывайте. А важнейший совет. Так. Это мои гости. Вот так вот запросто. Вы знаете, что я за эти... За то, что они возят бесценные косточки. Я с них ни копейки не взял. А вот мои данные. А вот мои данные. Вот если бы вы откусили нос соседу. Мы приехали. Так. Ну вот и все. Друзья, заканчиваем. Значит. Рожевую лилию я прошу. Которая будет это оформлять как в ютубе как фильм. Скажем с музыкой, с вставками. Я прошу назвать ее, наверное, так. Невозможно, невозможно. Или уж самой придумать название. Или тот же заголовок, который звучит так. Загадочные круплоплодные абрикосы. Оказывается, их с ними тоже можно иметь дело. По двое вырастили. Спасибо. Митюрину и его последователям. А мы дальше за одно, два, три поколения. Ну, лучше четыре, лучше пять. Но это уже другая история. Значит. Сказки. Мы сделали былью. Вот. Осталось поверить, что и сказка может быть былью. До свидания, друзья. Я закончил. Иди сюда. Продолжение следует...